И напоследок мы разберем с вами плагин под названием DSR. Как правило, я ставлю его в цепочке обработки между реверберацией и компрессором. То есть сначала я расширяю звук, потом делаю эквализацию, потом компрессию, потом DSR, потом реверберация, дилей, ну и там уже по вкусу. Почему я не применяю DSR сейчас на этом вокале, с которым мы работали, и почему я пропустил ту последовательность, о которой я сам сейчас говорю? Дело в том, что DSR это плагин, который удаляет S, 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 B, L, N, T, всевозможные шипящие, особенно S, C и другие. И в этом вокале с этим все норм. То есть тут не нужно ничего удалять, поэтому я и не использовал DSR. Я взял другой вокал, который как раз-таки нуждается в обработке DSR, на мой слух. У него очень явные шипящие сибиллианты. Давайте его прослушаем. Ну вот слышно, да, думаю, достаточно так очевидно. Поэтому будет хорошо показать на этом примере. Мы заходим в раздел Dynamics и выбираем DSR. Все, стерео, как правило. Дальше мы здесь, по сути, можем ничего особо не настраивать. В принципе, мы оставляем все так, как есть. Хотя единственное, можно попробовать вот такой вот фильтр выбрать, но это тоже дело вкуса. Смотрите, что делает, давайте DSR. DSR работает, по сути, как компрессор. Не зря он у нас находится в блоке динамической обработки, наряду с компрессором и другими плагинами. Значит, он срабатывает тогда, когда очень громко звучат эски. И делает их тише. За это отвечает ручка трешхолд. Если трешхолд максимальный, то, скорее всего, у нас он срабатывать не будет. Чтобы понять, работает он или нет, мы должны увидеть вот здесь вот индикатор Reduction, который начнет как бы падать немного вниз. По аналогии с нашим компрессором, где, помните, эта стрелочка вот так вот начинала прыгать. По сути, Reduction — это то же самое отображение, что и в компрессоре. Просто выглядит немного иначе. Уменьшаем немного трешхолд. И мы видим, что когда S звучит, вот C, S, то у нас начинает срабатывать вот этот вот Reduction. Как я рекомендую настраивать этот плагин? Я рекомендую его, в принципе, настраивать так, чтобы, вот опять же, на глаз. Когда вы слышите эски, цик и прочие такие сибиллянты, то в этот момент должен срабатывать вот этот вот Reduction. Если же он будет срабатывать у нас постоянно, Ну, это будет лишним. Давайте еще попробуем выбрать фильтр. Он просто убивает звук. Поэтому давайте настроим так, чтобы срабатывало все только на сибиллянтах, на шипящих. Да, намного лучше. Замечательно. Но мне не очень нравится тем, что, ну, честно говоря, как бы заметно. То есть бывает есть такое понятие, слышно, как работает диессер. То есть слышно, что вот эти эски, они стали какими-то неестественными, и слышно, как будто они задавливаются. Поэтому я бы сделал треш-холд еще выше. Так действительно лучше. То есть у нас эти сибиллянты немного ушли, но в то же время у нас нет ощущения, что они задавлены и как-то звучат неестественно. Почему я выбрал здесь фильтр вот именно такой? Смотрите, как может работать у нас диессер. Ну, вообще, по сути, диессер это у нас мультибенд компрессор. И представьте себе, что вот здесь, я думаю, очень наглядно это нарисовано. То есть вот это режим у нас шелфа. То есть когда эски слышится, диессер берет, чик-чик, делает тише какой-то диапазон, достаточно большой. Если же мы выбираем такой вариант, это у нас режим bell, режим колокольчика, то он берет и только определенную частоту вот так вот кошмарит. Опять же, как лучше сделать, это все зависит исключительно от того, какой у вас конкретно случай. Здесь мы выбираем frequency, то есть если в случае шелфа мы выбираем, да, ниже какой частоты мы будем все это кошмарить. Ну и, собственно, здесь то же самое, аналогично. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Можно вот как поступить. Давайте пока выключим DSR и посмотрим, на каких вообще частотах вот эти S-ки они звучат. Видите? То есть где-то в районе аж 10 кГц. Вот, очень наглядно видно. Поэтому давайте поставим здесь 10 кГц, например, и выберем режим вот этот вот «Фильтры». И сделаем ниже. То есть он начинает удавливать эти частоты. И, как по мне, это звучит даже чуточку натуральней. Да, и более приятно, чем это был вариант с шелфом. Потому что шелф он охватывал большой как бы частотный спектр. А здесь я хочу подрезать, ну, строго определенные частоты. Есть также range, либо split, либо white. То есть white более широкий. Мне не нравится. White, опять же, слишком широкий. По аналогии с вот этим фильтром, ну, не прикольно. Так намного интереснее. Да, 100%. Мне так нравится больше. И max reduction — это то, насколько сильно может вообще понижаться. То есть, смотрите. Если мы нажмем сюда, мы можем обнулить значение. То есть на 7,4 мы кошмарим эти сибиллианты. Но я хочу поставить ограничение. Например, чтобы он удавливал не сильнее, чем на минус 2 дБ. Видите? И все. Ограничение. Как это может работать на практике? Рассказываю. Допустим, такая гипотетическая ситуация, но она реально может существовать. Допустим, у вас все звучит нормально. Вот работает диестер замечательно. Но в какой-то момент, вот в какой-то момент, эски настолько сильно выпрыгивают, что у вас диестер начинает очень сильно задавливать звук. И это звучит уже неестественно. Вы повышаете трешхолд. И в этом месте, где эски зашкаливают, вроде бы звучит нормально. Но вот в остальных местах диестер уже не срабатывает, например. Или как-то работает не так, как нужно. Поэтому, поставив такое ограничение, что мы можем сделать? В остальных нормальных местах у вас диестер и так ниже, чем на 5 дБ, сильнее, чем на 5 дБ. И не понижал эски. Поэтому это ограничение, оно не будет работать на все остальные там сибилианты. А вот те две жесткие сибилианты, где прямо аж редакшн в минус 10 фигачит, и при этом слышно, что это как бы эски эти начинают звучать неестественно. Вы ставите такой как ограничитель, как, знаете, ограничитель скорости. И у вас в этот момент эски, они только на минус 5 дБ максимум понижаются. И как бы вроде бы, ну, то есть это получается некий компромисс и хорошее решение, потому что эти эски, они вроде как бы, их уже и не слышно, да, практически. Ну, то есть они уже не так режут слух. Но и в то же время не теряются, не удавливаются. И остальные все звуки нормально функционируют. То есть вот так вот это может работать на практике. В общем-то, я думаю, здесь, в принципе, понятно. В нашем случае, я думаю, этот редакшн нам не нужен. И мы можем засолировать вот те частоты, которые мы пытаемся отрезать. Очень неприятно. Давайте выключим быстрее. Ну, опять же, да, где-то минус 5 вот примерно я сделаю. Мне так нравится. Да, оптимально. Мне показалось, что это диэстер, так как бы шепелявость придает. Но это изначально такой вокал, так что диэстер здесь ни при чем. Вот таким способом мы настраиваем этот самый диэстер. И, пожалуй, все, ребят. На этом все. Это основные плагины, которые используются при обработке вокала. Других вариантов, ну не то чтобы нет. Ну что мы можем еще применить? Амплифайеры, всякие дисторшены, сатураторы. Ну, теоретически можно чуть-чуть добавить на вокал дисторшен сатуратор. Но я не использую. Я сторонник более естественного звучания. И как по мне, если использовать какой-нибудь сатуратор или диэстер на вокале, то это больше в художественных целях, чтобы как-то его исказить. Но, в принципе, чуть-чуть можно добавить. По желанию, по вкусу. Хотя я небольшой сторонник. Дилей мы разобрали. Дисторшен – это то, о чем я говорил. То есть можно чуть-чуть добавить. Дайнамикс мы разобрали. Лимитер, ну, по сути, это тот же компрессор, который выравнивает звук. Мульти, всевозможные мультикомпрессоры, ну или, правильно сказать, многополосные компрессоры, или мультибенд компрессоры, они, скажем так, тоже неплохо работают. Но они хороши, на мой слух и, на мой взгляд, тем, что позволяют одновременно совместить как бы и диэстер и обычный компрессор в одно целое. То есть, но в остальном это, в принципе, то же самое, что мы рассматривали. Но из гейта, вообще гейт, он позволяет убрать шумы. То есть, когда громкость звука превышает определенное значение, вернее, наоборот, ниже определенного значения, то в этот момент звуки вырезаются. Но я гейт не буду рассматривать, потому что, как правило, я стараюсь убирать все эти излишние шумы либо в процессе записи, ну, чтобы их изначально не было, либо пользуюсь всевозможными плагинами для редакции голоса. То есть, есть специальные плагины, мы их сейчас, конечно, рассматривать не будем. Это сторонние большие профессиональные программы, которые позволяют убрать лишние шумы в автоматическом режиме. Сейчас таких очень много программ, в том числе даже онлайн это можно найти. То есть, это будет работать лучше. И я вырезаю вручную гейт. Я пробовал, ну, он, знаете, в 80% случаев он нормально вырезает вот эти вот шумы, но в 20% случаев он работает некорректно. Слышно, что работает гейт, либо слышно шумы. И толку от него немного. Поэтому я гейт рассматривать не буду, потому что считаю, что в 21 веке от него толку, вот именно в плане удаления шумов, ну, как бы немного. Вот. Сейчас есть более прикольные способы. Эквалайзер мы разобрали, фильтр разобрали, стереорасширение разобрали. Это у нас всевозможные анализаторы, модулейшн. Ну, в принципе, тоже спредер мы рассматривали. Это стереорасширение. Фленджер можно чуть-чуть добавить на вокал, но это, опять же, создаст... Это чисто для эффектов. Поэтому, ребят, как бы это не совсем относится к сведению. Реверб мы разобрали. Реверб. Ну, и всякие специальные плагины. Это, конечно, тоже другая уже история. Поэтому все, просто, ну, как бы других плагинов и нету для обработки вокала. Все, что нужно, мы с вами разобрали. Поэтому ваша задача сейчас сделать сведение своего вокала с вашим битом и сделать обработку голоса. На этом все. С вами был Александр Владимиров, Logic Pro Help. Жду вас в следующих курсах. Пока.